Дорогие друзья, всем огромный привет, рада, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня выдалось насыщенное видео, начнем мы его с вами с мотивации на уборку и организации игрушек в детской комнате. Далее покажу, как мы делали дорогу на наш участок и работы на земле. Ну а в конце видео будет релакс для моих постоянных зрителей. Поездка в отель PSB Patriot, рука по парку и невероятному храму. Если вам интересно, обязательно оставайтесь вместе со мной, желаю вам приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я уже собрала вещи с раскладной сушилки и убрала все по местам. А сейчас пришло время избавиться от этого пеленального комода. Я выставила его на авито и пока покупатель в поиске, я решила, что нужно сразу его выкатить в коридор, чтобы когда этот комод кому-то понадобился, его можно было легко забрать без труда. Тем более, что его нужно было мне отмыть, так как я этого не делала с самой его покупки. Не скажу, что он грязный, конечно, но пыли, какие-то пятна само собой имеются. Продаю его, потому что, откровенно говоря, он не самого лучшего качества, и я попросту устала им пользоваться. Ящики то и дело сходят с направляющих или падают вовсе друг на друга. За два с половиной года использования меня это уже дико бесит, и я хочу найти что-то более качественное и на долгие года. Возможно, даже не пеленальный комод, а обычный комодик для хранения. Поэтому сейчас я достаю все игрушки, что лежат внутри, и убираю в ящике под детской кроватью. Благо, есть куда их переместить. Я очень боялась, что они не уместятся, но оказалось, что игрушек у Софии не так-то и много. А все развивашки, что не должны быть в доступе у Софии, я убрала в шкаф, в выдвижной ящик. Прошло уже некоторое время, и хочу сказать, что так игрушками и развивашками стало даже удобнее пользоваться. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо на папочке на ручках Да, вкусненькие Красота Добавил субтитры Срезаем веревки Сейчас будем выкапывать яму для туалета рабочим Трактором, чтобы трактор проехал Решили уже убрать эту веревку, чтобы можно было проезжать Су дорогу сделали Два камаза этого битого кирпича и щебень привезли Все, насколько было возможно Утром повали Давай здесь Вот сейчас трактор выкапает яму на Чтобы дальше уже организовать туалет И потом посмотрим уже как Как будем поступать с ним Заливать химию, чтобы это все разлагалось Уходило в почву Либо каким-то другим методом Я уже думаю, по факту Расскажем Знаете, пока трактор Выкапывает яму для будущего туалета нашим рабочим Которые будут строить дом Я себя словила на мысли, что Да, это правильный участок Но как правильный, это наш участок Вот сколько мы сюда приезжаем Здесь радуется душа Красивый вид Солнце Лес Безумная красота Какое-то спокойствие души здесь ощущается И казалось бы, мы сейчас на таком начальном этапе Но уже спокойно Я уже знаю, что у нас все получится Все сложится именно так, как мы хотим Дай бог, что у нас все это действительно Воплотилось в реальность Я уже себе представляю, как здесь Софийка Бегает по участку Мы в скором времени После строительства Будем заниматься Благоустройством Ну, устройством земли Вот Мы сделаем какую-то детскую площадку Я уже представляю себе Утро с чашечкой кофе И красивым пением птиц Благоустройство Этот стол, кстати, можно использовать Благоустройство 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 В общем, выровняли бугор, который был за участком, чтобы к нам вода сильно нанялась, и сейчас будут траншеи рыть, как водоотвод, чтобы не лопатой это делать, миллионлет, а трактором. У нас полчаса времени работы осталось, поэтому сейчас буду делать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так, вон там у нас дорога теперь, здесь ёлочки, и вот здесь был раньше такой бугор, и вся вода как бы уходила к нам. Трактором бугор убрали и вырыли траншею как раз-таки, чтобы быстрее уходила вода. Всю землю, которая была в траншею, убирали к нам на участок, потом мы её разровняем. Надеюсь, что наши соседи её не потаскают к себе на участке. Вот, получилось, что вот столько кучек у нас лежит сейчас на участке. Плюс за сегодня ещё выкопали для туалета, получается, яму. Вот, но судя по состоянию грунта, мало было двух камазов, вот этого битого кирпича и щепня. Скорее всего, будем что-то ещё доделывать. Вот, ну а на сегодня работа на участке, я думаю, закончена. Уже похолодало прям, и с трактористом мы рассчитываемся и едем на дачу обратно. Майские праздники прошли у нас очень насыщенно. В этом году, 28 апреля, моей племяннице Эмилии исполнился один годик. Мы были на даче пару дней, также Паша параллельно ездил на участок, занимался делами. Ну а с 30 апреля по 1 мая мы спонтанно уехали компанией друзей в отель PSB Patriot. Очень хорошо отдохнули, погуляли по парку, сменили обстановку. Совсем недавно у наших друзей родились детишки, им на момент поездки исполнился один месяц, поэтому поездка была связана ещё и со знаком с новорождёнными детишками. У меня также есть новость, но пока оглашать её в названии или заголовке не хочется, поэтому кто досмотрел до этого момента, не перелистывая, не перематывая видео, будет уверен в том, что я беременна. О подробностях пока я рассказывать не готова. Но поделиться вот так для своих внимательных зрителей я решила уже сейчас, так как снимая видео, уже в принципе всё заметно. Сейчас я вас оставляю с уютной музыкой и красивыми кадрами с отдыхом. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я сегодня с вами прощаюсь, до скорых встреч и пока-пока! Чтобы лицом не ушла она... Не холодная для неё пашка. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Вышли после спар 1 мая, с Фейко спашка покупались, я просто на шезлонге полежала, сейчас будем отогреваться и сдавать номер уже. Пойдем гулять по парку. Как тебе? Понравилось? Пойдем гулять по парку. 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 Пойдем гулять по парку.